Знамя, которое здесь сохранили местные жители, сохранили и отдали нам, благодарны нам. Встречали с цветами нас, с цветами обнимали, плакали, очень ждали, очень ждали. Если бы вы знали, как бы мы вас ждали. Господи, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович. Спасибо вам большое. Продите вас, Господи. Раскрашивали, и колесики раскрашивали, и гусеницы разукрашивали. Они из него, его куколку черти какую сделали, вообще уродство такое жуткое. Ругались люди, я лично ругался. Ну я вижу у вас, да, даже. Думали, что меня заберут, не забрали, не захотели связываться. Потом перекрасили в темно-зеленый, но он стоял, звездочку закрасили, номер убрали. А вот это вот, они его своим танком отсюда как-то стащили, доволокли вон туда, вон туда, волоком вот так вот, следом за танком. И там кинули, оставили. Так что поставьте на место нашу машинку. Все классно. Так это действительно сохранили, это бомба. Красный. Почему так вот решил? Как почему? Флаг победы. Флаг победы, да? Флаг победы. А что ты его сделал? Ну, кусок материи нашел дома и сделал. Потому что, ну, для нас это победа реально. Потому что, ну, а как по-другому? Да, мне вот, мы сегодня первый раз, но мне вот рассказывали, что действительно люди прям ждали и встречали, и радуются, вот как, наверное, нигде. А почему вот так вот в Лисичанске, ну, такая вот прям атмосфера дружества? Потому что отсюда все как бы начиналось. Ага. Отсюда все начиналось. Очень надеюсь ждали, потому что для нас вот эти вот все бандеровцы, это для нас не герои. А для них это было символ, я тоже знаю, кто был. Они на него молились, а мы не молились, наш. Вот Владимир Владимирович нас спас. А как тебя зовут? Антох. Антох, слушай, а как уживались-то все-таки разные такие диалоги? У бандеровцев одно. Ну, вот, как вот приходилось вот это время здесь? Прятаться. Прятались? В основном, них ни с кем не разговаривают. Ну, разговаривают тем, кого ты знаешь, кому доверяешь. А так, с отдельными людьми не общались, просто они разговаривают на эту тему. Короче, прятались, считай. Ну, 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 ну. Слушай, а что с телевизионной башни там? Не слышал, что как ее? Взорвали. Неделю назад, да? Да, где-то так. Ого. Ну, и 8, может, 10, плюс-минус. А ее взорвали укропа, получается? Да. Зарвали взрывчатку под башню. Он повыворачивал. Ага. И взорвали. И на следующий день подорвали, там, насосная станция. Еще и насосная, да? Да. То есть они понимали, что уходят, видимо, да? И начинали уничтожать, чтобы вот не досталось нашим. Потому что тут же связь можно телевидение сразу восстановить, да? Супер, блин. Ох. Ну, как фамилия твоя подпишу в титрах? Как? Соловей, да? Лисичанск – это город, который очень удивляет, по-доброму. И вот его только что освободили, и мы видим, что местное население, люди, они не ждут, когда им уберут город. Они выходят и подметают улицы своего любимого города. А как вас зовут? Сергей. Сергей. На самом деле удивительно. Вот вы единственная, пока я кого встретил, которая вот берет уже и убирает город, не ждет, когда начнут там кто-то придет убирать. Почему? Правильно. А я же здесь работаю. Да? Я всю жизнь проработал на этом рынке. А кто будет, кроме меня, убирать? Угу. Надо убирать. Как по ощущению, город можно вернуть к жизни? Конечно, можно. Если постараться хорошо. Конечно, город можно вернуть. Так это ж свои же по своим же и били. Угу. Вы думаете, что это россияне побили? Нет. Этого били свои и своих же били. А значит, не свои они, раз так получается. Ну, отчего-то я знаю. Свои они, свои. Набрали армию. Назвались своими, да? Да, набрали армию, нафиг, и это самое. Уничтожить город и все. Как рубежно уничтожить. Как Севердонецк. Пока здесь не разбили, нафиг не ушли. Потом пришли сюда. Здесь давай бить. Ну, ничего, теперь не буду. Спасибо, Сергей. Как Ваша фамилия представить в титрах, в новости у Вас? Блино Сергей Николаевич. Блино Сергей Николаевич. Спасибо огромное. Ага. О, ну, хорошо. Конечно, можно все вернуть. Да. Да и будем ворачивать. Ну, отлично. Да, я ворачиваю. Да. Ну, она высоко в небе взорвалась, и упала тут, аж несколько раз перевернулась, упала. Ну, жена вышла, хотела сфотографировать, я взял на свой сфотографировал. А там получился последний кадр моей жены. Ну, а что сделать? Судьба. И вы один, да, сейчас живете? Ну, да. Дочка в Харькове учат. Сын в армии. Вот, ну, из турбек никто не трогал, они охраняли пустые склады. Нормально все. Просто они же сейчас вообще всех тянут. Ну, сейчас, во всяком случае, их не трогали. Да? С Розников не трогали никого. Было много контрактов, но с Розников никто не трогал, все нормально было. А вот с 18 мая никакой связи не трогали. Как нас побили, это электролигия японская побили. Синать пропало, все. Как мая, он где стоял, получается? Ну, в Бердичере. Вот эти, получается, номера, это год начальный. Потому что то, которое по Краматорску прилетело, там серия 91. Ты говоришь, что неоднократно наблюдали о том, что они обстреливают и жилые дома, и вот районы. Сейчас мы стоим около точки в том числе. Это вот действительно так все происходило в Лисичанске? Ну, вот это украинская ракета. Потому что в России такого нет. И все разрушения, которые сейчас в городе есть, ну, они между собой. Они, блядь, с одного завода бьют по-другому. Оттуда берут, туда бьют, были в школах. Со школы ушли, школу разбомбили, садики, то же самое. Телецентр вот этот. Его подорвали, его не сбили, его подорвали. Я бы как бы не против Украины. Но, блин, меня снимать, я хотел заматюкаться. Да я вырежу, если что-нибудь не страшное. Блядь, этих пидорасов я бы сам стрелял. Зеленских, Арестовичей, блядь. Вот это вот, все вот это блядство. Почему-то, блядь, при Януковиче, блядь, не было войны. Только, сука, стал Порошенко. Ну, еще до Порошенко, блядь, уже пошла война. И мы сепаратисты, блядь. Мы хотим... Зачем нам запрещать русский язык? Нам не надо запрещать. Я родился с русским языком. Я и буду разговаривать на русском языке. Они, кстати, мы в Северодонецке добрали. Они, местное население, рассказали, что они вплавь, короче, убегали. Офицеры вплавь, короче, сюда. А узнали, что мы с Лешим едем, гром и Лешим. Они отсюда тоже ломанули, короче. Они все хотят, чтобы нас... Все, 200-е убили. Нет, не дождутся. Нет, мы нормально думаем головой просто и потихоньку работаем. И сейчас, мы сейчас день, завтра смотр строевой и все. Мы вперед идем ДНРу помогать. У нас пацаны в ДНРе ждут, очень ждут. Мы им поможем, приедем, слежим. Так что Донецк мы с вами. Донецк мы едем к вам скоро. Сейчас будет этот все. Краматорск, Славянск. Мы все заберем, все, ребят, все заберем. Все области, все абсолютно заберем. Все 24 области, мы заберем все. Все будет наше. Все будет наше. Гром. Ты же сам Лесичанский получается? Нет, он Лесичанский. Я Солчевский. Я Солчевский. Он Солчевский. Он Солчевский, я Солчевский. Нет, у нас с нами ребята, кстати, идут. Один у меня боец, 46-го года рождения. Лесичанска. С Лесичанска, местный. 46-го, 14-го ушел на войну. Да, да, да. И все, он в ДНРе воевал с нами. И теперь с нами, говорит, Лесичанский, домой хочу, все. Мы забрали, я ему обещал, обещал, все нормально теперь. Все, сейчас его везем домой. Буквально сейчас еще 30 минут. 8 лет не было. На квартиру. Да, 8 лет не было человеку, почти 9 уже. Ну, идеи у него... Сок, сок. С ним можно как-то пересечься? Ну, ехать к нему надо. А, ехать к нему? Ехать к нему у нас там на точке. Понял, понял. Если возможно, можно. Ребята пока отдыхают. Потом уже, попозже пересечемся. Тогда нормально. Так что, укропы сейчас вообще уже бросили воевать? Бросают все, уже бегут, как этот сам. Духа у них сейчас нет. Духа. Идея, которая у них была, она оказалась ложной. Потому что их же руководители просто-напросто бросают. Скажем так, то, что у нас внутри, это заложено изначально. Это русский дух, русский мир, который изначально был, есть и будет. И то, что у нас в груди, оно сейчас восстанавливает справедливость. И победа будет за нами. Мы за справедливость. А мы штурмовики. Победа будет за нами. Мы штурмовики, мы дальше пойдем. Нормально. Нас люди встречали тут цветами. Это классно. Камеры не было просто, чтобы это все снять. Это было классно. Приятно настолько, я вам передать не мог. Просто как колонны шести. Ждали, ждали, ждали. Несмотря на то, сколько их душили. Душили. Вцепились, женщины на нас вцепились. Говорят, не уходите только. Вот так вцепились. Это передать словами вообще невозможно. Так что победа будет за нами. Наше дело правое. Канал Лешего. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Итак, давайте представить позывной. Я Гром. Командир третьей роты. Я Леший. Бывший командир третьей роты. Два. Два командира третьей роты. Вот так вот. Мы просто вдвоем двигаемся. Да. Понятно. Спасибо.